Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Расскажу о главных новостях среды прямо сейчас. Смотрите в выпуске. Длиною в век столетия народный художник Виктор Иванов приехал праздновать в Рязани. Бьем рекорды на Кубок России. Приехали 35 воздухоплавательных команд. Свой столетний юбилей народный художник России Виктор Иванов решил отметить новой выставкой «Путь к совершенству». Название говорящая, ведь на этой экспозиции весь скрытый от глаз путь создания картин. Героями его картин частенько становились жители сел Рясы и сады Агромакова «Красный яр» – простые труженики самых обыкновенных рязанских деревень. И между тем эти работы уже при жизни принесли художнику признание. Ведь на полотнах Виктора Иванова не просто сценки из жизни людей. В своих работах он затрагивает важнейшие вехи жизни человека, фиксирует эпоху. Год своего юбилея художник решил приоткрыть завесу тайны и показал, как творится картина. Поэтапно. В этой необычной композиции наброски эскизы, выполненные карандашом, углем или сепией. Всего две сотни рисунков. Большая часть взята из мастерской художника, и зрители увидят их впервые. Дополняют выставку работы из галереи «Виктор Иванов и земля Рязанская», которой в этом году исполняется 20 лет. Поздравить великого художника с юбилеем пришли многие. Вы – наша гордость. Вы – наше состояние. Поклонников ваших талантов – это миллионы людей, как в нашей стране, так и за рубежом. Полотна Виктора Иванова с первого взгляда можно отличить от работ других авторов. Это своего рода живописная летопись жизни и рязанской земли, и людей. На открытии выставки представители Российской академии художеств вручили Виктору Иванову орден заслужения искусству первой степени. Хорошая награда. В своем ответном слове Виктор Иванов рассказал о периоде в жизни, когда испытывал творческий кризис и чувствовал себя несостоявшимся художником. Тогда он принял решение вернуться на малую родину к матери и писать только то, что волнует сердце. И свое обещание выполнил – создавал все только с любовью. «Народ – соавтор твоих произведений. Не ты это создал. Тебе дарили облик человека, его состояние, его понимание добра и зла и так далее. Так что вот за все это я благодарен судьбе». Творчество Виктора Иванова изменило многое. Как отметил директор Рязанского художественного училища Василий Колдин, мастер оказал большое влияние на развитие художественной школы, начиная с самых азов и заканчивая вузами. Да и само его творчество – уже школа. «Гордиться потому, что это его судьба в искусстве, но это полнейшее самопожертвование. У него вообще ничего нет, кроме творчества. И в этом способствовала ее семья, его покойная жена, которая приняла вот такой образ жизни. Все ради его творчества». Сегодня картины мастера украшают российские и зарубежные музеи. Работы мастера невольно наталкивают на мысли о роли русского искусства в мировой культуре. А размышления художника, запечатленные на полотнах, являются нашим наследием. Анастасия Антон, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Небо России в этом году продлится дольше обычного – целых 9 дней. Сегодня утром состоялся первый спортивный полет. Пилоты выполняли сложные задания. Наша съемочная группа стала свидетелем. На этот раз в Рязань приехали 35 команд. Из них 32 – участники Кубка России по воздухоплавательному спорту. Такое количество пилотов на фестивале впервые за историю его существования. А все потому, что регион интересен с точки зрения воздухоплавания, а организаторы за более чем 30-летнюю историю превратили фестиваль в легендарный. И вот утром 7 августа в небо над Старожиловским районом поднялись тепловые аэростаты. Мало кто знает, но они летят не просто так. В течение полета спортсменам нужно выполнить задание. Попасть маркерами в кресты, при этом заданные способы могут быть разными. Отметить виртуальную цель на карте, а также зайти в заданный угол. Колоссальный опыт архангельского пилота Владимира Корнаухова. И вот маркер летит точно в цель. Хотя не все в сегодняшнем полете вышло гладко. Как прошел первый спортивный полет? Ну, первый полет прошел сумбурно, как обычно бывает. Волнение. Забыл, что сброс маркера по второму заданию гравитационный. Надо было аккуратненько его просто выпустить. Ничего мне этому не мешало бы, результат был бы не хуже. А я его вот так вот. Трудно все в голове удержать. Конечно. Ну, надо иметь хорошее настроение. Высыпаться, тогда ничего не забудешь. Команда – это не только пилот. Хотя от его опыта и знаний и зависит основной результат. Это целая группа поддержки. В случае с командой номер три – супруга пилота Лариса. И, конечно, те люди, которые отвозят на точку взлета, забирают после приземления. Всех объединяет одно – любовь к небу и одержимость воздухоплавания. С 22-го года узнал про существование фестиваля «Небо России». Друг мне рассказал, Алексей зовут, ему огромный привет. Говорит, есть желание. Ну, блин, не знаю, надо попробовать. Попробовал, и вот третий фестиваль подряд принимаю участие. Каждое утро, каждый вечер, вот не тяжело, что вас тянет-то сюда? Сложно сказать. Красота воздушных шаров. Судить о результатах по первому полету рано. Впереди еще немало соревновательных дней, и если погода позволит – полетов. Поэтому у каждого есть шанс вырваться вперед и даже уйти в отрыв. Понаблюдать за процессом можно. Встать придется рано, но это того стоит. Встретить рассвет на просторах Рязанской земли, среди поднимающихся в небо воздушных шаров. Впечатление, которое останется с вами навсегда. Следить за координатами полетов можно на сайте фестиваля и в социальных сетях. Кроме того, с 9 по 11 августа пройдет грандиозный праздник воздухоплавания с концертами, мастер-классами и маркетом. Пройдет он в Спаске, а как добраться – подробно описано в тех же социальных сетях фестиваля. Партнер программы «День города» – выставка продажи икра и рыбы «Камчатская» возле торгового центра «Премьер» до 10 августа включительно. Кратковременные дожди и переменная облачность – такой прогноз делают региональные синоптики до конца этой недели. И хотя дни по-прежнему будут теплыми, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. Финальный аккорд календарного лета – август – один из самых любимых месяцев у россиян. И хотя значительная часть лета уже позади, многие планируют отпуск именно на это время. В этом году август хоть и будет теплым, но все-таки ниже климатической нормы на 2 градуса, рассказывают в гидромедцентре. В последние дни, даже можно сказать недели, Рязанская область, как и большая часть Центрального федерального округа, находилась под влиянием глубокого тропосферного циклона с центром над Средним Уралом. Этот циклон периодически подбрасывал нам то кратковременные дожди с грозами, то ясную погоду, то туманы. Временами немного усилился ветер. В ближайшие дни такой характер погоды сохранится. Отдохнувший от жары регион снова ждут кратковременные дожди с грозами в отдельных районах. По прогнозам местных синоптиков, ветер может усилиться до 15 метров в секунду. Температура днем составит не больше 24 градусов тепла. Завтра и послезавтра мы ожидаем небольшое усиление осадков 8-9 числа, 10-го в субботу день обещает быть более солнечным, осадки маловероятны. А начиная с воскресенья снова местами пройдут дожди и, наверное, с понедельника похолодает. Так что, к сожалению, такая температура немного ниже климатической нормы. По народному календарю сегодня отмечают День Анны Летней. Православная церковь вспоминает святую Анну, мать Пресвятой Богородицы, бабушку Иисуса Христа. В этот день стоит понаблюдать за погодой, чтобы определить, какой будет предстоящая зима. Так, если ночами уже холодно, то стужа вступит в свои права рано. С Анны Летней начинают копать картофель, а также собирать урожай ранней капусты. На Руси в этот день устраивали свадьбы, а дети, рожденные в этот день, считались очень счастливыми. Ругаться на Анну Летню – плохая примета. В народе верят, что после этого примириться будет крайне сложно. Кроме того, в этот день нельзя лениться. Наши предки верили, что тогда и весь год пройдет впустую. Хотя бы несколько часов 7 августа лучше посвятить домашним делам и общению с близкими. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани прошло архиерейское богослужение в День памяти святых князей Бориса и Глеба. Прошло оно в древнейшем кафедральном соборе Рязани, посвященном святым князьям. День памяти Бориса и Глеба – это главный престольный праздник старинного кафедрального собора города. Известно, что храм, посвященный князьям Борису и Глебу в Переславле Рязанском, существовал уже с 1152 года. Со времени святителя Василия, епископа Рязанского, больше 200 лет эта церковь была кафедрой рязанских епископов. За века существования собор перестраивался несколько раз. Наиболее древняя сохранившаяся часть – алтарная. И до сих пор здесь проходит богослужение в День памяти первых русских святых. Торжество, которое вспоминают 6 августа, погружает верующих в историю Древней Руси. Тогда, после смерти князя Владимира, встал вопрос о наследнике. На престол должен был взойти кто-то из старших сыновей – либо Ярослав, либо Святополк. Последний, по официальной версии, не хотел, чтобы кто-то из его братьев претендовал на престол, потому приказал убить близких к нему Бориса и Глеба. Бориса убили его же дружинники на реке Альте близ Переславля 24 июля по Старому и 6 августа по Новому стилю. Глеба же убийцы настигли на пути следования в Киев. Оба брата причислены к лику святых, потому что поступили не как язычники, решив до последнего бороться за власть, а как христиане. Они предпочли не идти против совести, не стали скрываться или собирать свое войско. Считается, что их жертва способствовала христианской вере на Руси, а молитвенная помощь сопровождала русских князей в истории. В народе практически сразу же стало широко распространяться почитание юных князей, которые ценой собственной жизни не допустили братоубийственной распри и междоусобной брани. В своей проповеди митрополит Марк еще раз подчеркнул подвиг братьев как выразителей важнейших качеств русского человека. Их характер, их незлобие, которое имело своим основанием пример христового незлобия, было отличительной чертой их и вообще является отличительным качеством русского человека. Русский человек стремится порой скорее пострадать сам, лишь бы не принести беды ближнему. Поступок братьев Бориса и Глеба был в то время совсем непонятен для угасающего языческого мира. Они поступили по тогда новым христианским догматам и не стали отвечать злом на зло. Потому в православной вере почитается их пример мужества и твердости даже перед лицом собственной кончины. Икра и рыба камчатская снова в Рязани. Выставка продажи морепродуктов, свежих и вкусных, которые полюбились многим рязанцам, до 10 августа включительно возле торгового центра «Премьер». Лето, время легких перекусов, свежих фруктов и ягод, многие отказываются от мяса, и чтобы восполнить белок в организме, необходима рыба. Эта пища и легкая, и полезная. И помимо белков, организм получит необходимое количество минералов, витаминов, жирных кислот. Морская рыба особенно богата всеми веществами, которые так важны для нормальной жизни и здоровья человека. На выставке продажи икра и рыба камчатская, морепродукты прямиком с Камчатки, без заморозки. Особый способ доставки даже в летнюю погоду гарантирует свежесть и сохранность вкусовых качеств, а также всех полезных веществ. И это подтверждают десятки довольных покупателей. Именно здесь? Ну не знаю, тут выбор хороший. И свежие все. Да все знают и все приходят. Все хорошие. Свежие. Ну просто мне нравятся эти продукты и все. 35 видов рыбы. Нерка, омуль, белорыбеца, чавыча, палтус и красная икра. Холодного и горячего копчения, слабосоленая. Попробовать можно прямо здесь. Продавцы любезно предоставляют продукцию к дегустации, ведь скрывать им нечего. Своей продукцией здесь гордятся. Поэтому морепродукты с выставки продажи покупают к праздничному столу. А также, чтобы порадовать близких и родных. Жена, она немножечко, скажем так, любит это все. Ну в общем, она поручила мне это сделать. Чавыча, очень хорошая рыба здесь. Икра немножко такая, ну, всегда была дорогая. Поэтому, да все нормально здесь, что. Рыбка. Вот, белорыбецу я беру, очень хорошая она тоже. Хорошая продукция. Не первый раз беру, да, конечно. Я приезжаю, так это, будем говорить, нечасто, но приезжаю. Не первый раз. Мне нравятся эти продукты, и все. Икорку я беру для себя. За что их вы любите? Потому что это морепродукт, и мне он необходим. Приобрести лучшие морепродукты высокого качества и непревзойденного вкуса можно до 10 августа включительно. Возле центрального входа в торговый центр «Премьер». Икра и рыба Камчатская ждут вас. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 5 по 10 августа. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин